пойдем дальше вот это вот уже наша российская земля это сибирь этого участка и не туда где просил выросла вишня на третий год зацвела заплодоносила но я сходу решил улучшить это у меня такая болезнь такая можете даже виска покрутить растет в себе вишня растет кисловатая для каких-то надобных сей годится но я ни одной зря не упускаю моя забота это привить ей этой вишни в скелет черешню и я тоже как всех учу и вас учу друзья делайте ежегодные снимки руки чешутся как говорился на мэрион почешите в другом месте в саду это значит что вот она вишня осенью покажу какие будут плоды крупный план до фирмы вот с него так и мы увидим с вами достаточно объективную картина а потом пройдет год еще раз а если бы даже еще год еще вот вот это все даже как вот здесь вот как вот в этом месте в этом месте мне нужно и также следить год за годом и смотреть а что же это получится я советую всем мой пример и пример вот в данном случае ну ладно если я это даже фамилию вот все эти времена стали даже имя говорить вот вот это своего друга латышского среди за этим делом и он будет каждый год фотографии присылать и вам тоже самое советую дальше здрасте валий константинович спешу поделиться своими радостью у меня прошли абрикосики из косточек 3 артема из пяти 3 сына в адресе из пяти 6 из десяти состоялся манджурица за до кошки выше 2 побега может такое быть спасибо вам большое жаль что узнала про совсем недавно все доброго с уважением надежды алиса жаль совсем недавно я жаль ну я взял только два показывают их поздравляю чего-то пошло а вторая вот видимо я так догадываю что именно вот это вот я вижу что за рубеж тот корень ушел вниз вверх пошла побега вторых какой-то странный сбоку пристроился вот таком случае могу только гадать нет я противно если у меня таких было 10 обойден выкопал целиком и посмотрел что же это за феномен такой почему ли два побега может быть у таракосика закопаны не знаю гадать подождем точно ответа у меня нет вот это законный побег от какой-то незаконный неправильный тогда сервер константинович это абрикос серафим татьяна прислала ли стоят уже посадил напоминает татьяну саду жилья моя невесткой по совместительству организатор питомника вот то есть заказы принимает она вот 8 913 444 3178 почему я говорю сейчас об этом кто-то сейчас запишет 813 444 3178 потому что звонит по прежде меня с утра до вечера и отбиваясь от тех кто хочет заказать саженцы сколько у меня на это время уходит вот уже лет пять-шесть как я питомник передал детям атакует меня так вопрос татьяна прислала весной я посадила то есть это свеженький посадка его тоже надо обрезать внизу я просил на высоту смотрю ну что сергей подвел не подвел так смотрю прекрасно даже до самых верхушек побеги нормальные сергей глядя на корни отрезал ровно столько чтобы он остаток огрызок до этого беру но зато полноценный и к осени он успеет веточки и вырасти и вызовет и почки вызовет у него почки когда листья упадут вот теперь ближе к делу я беру вторую фотографию крупный план давайте смотреть вот это место прививки я опять прошеду я молодец ранка по сравнению с побегом вот этого танка она в общем-то небольшая а без него вообще не бывает и возможно это вторец привыкки другое дело что аккуратно работал я вам когда-то показывал доктор наук садит саженец а там рана рана 10 раз по площади сечения 10 раз больше чем побег который из нее вылез рядом с раной 10 раз вот разница между профессионалом доктором это было учебный фильм это был учебный вот это вообще чудо просто такие бы даже не говорю и вот наконец приближаемся к истине ниже прививки пошли веточки значит судьба их незавидно по идее их надо просто обломать анти без болезни заживут если хватает терпения на немаленькие раночки можно даже где-то ножиком приточкой это можно замазать если совсем обычно облом еще и наконец это бы все но видите чем дело для нормального развития нужны нижние скелетные ветки у него есть скелетные ветки вот они это они накормят корни о чем наука так и не догадывается я имею ввиду не всю науку может там есть спецы которые не резут эти драки а те которые лезут драку своими любителями высокомерная они говорят отрезайте все до полу метра до метра представляете они этого не знают а вы же не просто задали вопрос я бы тогда получается вместо того чтобы отрезать полностью мне кажется более наглядный вы берете и пусть они растут но и дай им волю они обгонят вот эту цель вот это вот обгонят эту цель почему это родное все его родное а вы должны удержать черном теле и когда чтобы когда она вырастет что чтобы никогда побеги если брать например по площади делись составляли ну процентов 10 и больше от того что растет выше пример дерево будет процветать вот эти вот ниже прививки а скорее все это манджурский абрикос скорее всего а ну-ка чё это на чем речь идет а серафим ну конечно это абрикос вот это манджурский абрикос его уничтожить невозможно и у него еще есть мало того что он будет кормить глюкозой подземнюю часть он будет кормить глюкозой все что вокруг внимание он будет кормить глюкозой с помощью корней и коризу грибы там будет как бы сказать то сироп не сироп повышенная сахаристость почвы вот это вот вы должны знать и тогда вы еще подумайте а стоит ли первый ряд облабывать еще не все сказал однажды а я не посмотрел а где вы живете а я не помню а я не посмотрел а может быть и хорошо что не посмотрел пусть будет универсальный совет а если где-то когда-то 50 а если вы северо краснодарского края мне это прислали если сибирска и сельско обязательно кто-нибудь дойдет в это и было с ханты-мансийск было его я знаете пусть это единственный случай так вот ханты-мансийск и тогда если эта часть отобрет то этому ничего не будет у вас будет скромный абрикос под названием сына джурса и прекрасными плодами пусть будет 20 30 ну если уж совсем проведет 40 то есть это запасной аэродром это запасной вариант это я называю страховой фонд выше выбирайте обломали и забыли если вы живете где-то в одесс давайте второй вариант все проехали а ну и и и и и